Мы для вас собрались в этот час, забыли контрабас, но взяли ананас. Ошеломительный успех и заветное первое место. Ученицы детской музыкальной школы номер 4 Петропавловска стали лучшими на Всероссийской Олимпиаде по музыкально-теоретическим дисциплинам. Конкурс проходил во Владивостоке с 27 марта по 2 апреля. Камчатку представляли четыре музыканта. Так случилось, что в этом году мы единственное образовательное учреждение, кто представлял Камчатку на таком престижном, сложном музыкальном конкурсе. И наши ученики сделали все возможное, чтобы привести победу в родной Петропавловск-Камчатский. Подготовка к Олимпиаде была действительно сложная. Каждый день, включая выходные и праздники, музыканты проводили на репетициях. Наши Олимпиады музыкальные, по сольфеджи, музыкальной тиратуре, это всегда сюрприз. Есть только примерные требования, и никто не знает, что конкретно спросят. И это очень сложно. Тем не менее, у нас это получилось. Отметим, что Камчатская группа заняла первое общекомандное место, обойдя постоянных лидеров Олимпиады – команду «Сахалина». Я была очень рада этому, что мы победили Сахалин, такую огромную, можно сказать, державу уже этой Олимпиады. Было весьма волнительно, но так как мы вчетвером, мы вместе сила, и мы смогли их обойти и обыграть. Неожиданность, какой-то восторг, то, что мы сделали это командой, и это было очень круто. Мы были достаточно хорошо подготовлены, и так как мы все вместе, мы сила, и мы смогли заполучить эту победу, сложа все свои знания и умения в одно целое. Каждая девушка завоевала призовое место и в личном зачете. Музыканты стали обладателями званий лауреата второй и третьей степени. Чтобы собраться с мыслями и настроиться на победу, команда проводит необычный ритуал. Именно такой же они делали и во Владивостоке. Дэм, шай, четыре! Дэм, шай, четыре! Дэм, шай, четыре! Коллектив Масс Медиа Ньюс поздравляет с победой музыкантов и преподавательский состав. Желаем еще больше интересных конкурсов, хороших выступлений и всегда хорошего настроения.